Масловские чтения – одно из старейших мероприятий ВУЗа. В этом году оно проходит в 19-й раз. Традиционно в нем принимают участие преподаватели и студенты, писатели и журналисты, филологи и деятели культуры. У нас часто конференция бывает с международным участием. Как, например, и в этом году у нас принимали участие венгерские ученые-философы. Их исследования связаны с утопией в литературе венгерской и русской. Людмила Покатина – поморка, поэтому для исследования она выбрала сложную, но очень интересную тему – лексика терских поморов как важная составляющая русского языка на Кольском полуострове. Все мы знаем, что славный Мурманск, город-герой, начинался с простой лабарской языкушки. Это наша история. Людмила окончила бакалавриат в Мурманском арктическом государственном университете, однако приняла участие в масловских чтениях, уже будучи магистрантом. В первый год обучения нас, конечно, обязывал научный руководитель участвовать в данных конференциях, но поучаствовав один раз в подобном мероприятии, я поняла, что мне очень близок вид данной работы, и мне очень интересно заниматься такими вещами. Традиционные секции, круглые столы и мастер-классы охватывают широкий спектр тем. Актуальные проблемы журналистики и литературы, краеведение, культура Севера, а также методика преподавания и позиции русского языка в образовательном пространстве. В этом году методике преподавания было уделено особое внимание. Одна из секций была посвящена памяти Любови Александровны Кореневой, которой в этом году должно было исполниться 80 лет. Вся ее трудовая и творческая деятельность связана с системой образования Кольского края. После окончания вуза Любовь Александровна работала учителем русского языка в поселке Умба. Более 35 лет она отдала системе повышения квалификации учителей-словесников Мурманской области. И для учителей была непререкаемым авторитетом. Ее дочь Анастасия Вячеславовна Коренева пошла по стопам матери и также занялась научной деятельностью. В рамках секции они с коллегами с теплом вспоминали истории, связанные с Любовью Александровны. Те, кто знал ее лично, говорят о ней как об учителе учителей, который сделал огромный вклад в обучение педагогов. Она всегда с уважением и пониманием относилась к работе учителя, исключала бумажную лакиту. Для галочки ничего не делала. Всегда благодарила за проведенные мероприятия и учила нас почаще говорить спасибо. И сегодня я хочу сказать ей спасибо за эти уроки человечности. Любовь Александровна Коренева участвовала в масловских чтениях ежегодно. Была в составе организационного комитета и сделала все для того, чтобы эта традиция в ВУЗе сохранилась. Анастасия Семенова, Павел Третьяков, ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова